Следующий сюжет. Персис идет на пляж испытывать солнцезащитный крем. А сейчас ответы на письма зрителей. Пытливые умы. Зрительская почта. Юджин Сэмюэл хочет знать, почему для бритья нужен особый крем. Ну, в общем, с ним легче бриться. А секрета тут два. Во-первых, этот крем содержит вещества, которые заставляют мышцы у корней волос сокращаться. От этого волосы встают дыбом. В таком положении лезвие срезает их ниже, то есть бреет нас чище. Во-вторых, крем для бритья уменьшает раздражение кожи. Он содержит особую смазку, из-за которой лезвие мягче скользит по телу. В результате меньше трения, красноты и порезов. Пытливые умы. Давай, Крис. Уже давно пора. Солнце уйдет. Да, да, да. Сейчас, сейчас. Где очки для плавания? Так, шляпа. Крис, взял крем от солнца? Мне он не нужен. Не поняла? Я не буду мазаться кремом. Я и так плохо загораю. Хочу, знаешь, быть здоровым и бронзовым, как молодой бог. Боюсь тебя огорчить, Крис, но в загаре нет ничего здорового. Это просто симптом слишком сильного воздействия солнца. А последствия тут бывают весьма плачевными. Да, солнце. Оно дарит тепло, жизнь и отдых на пляже. Но оно же бомбардирует Землю ультрафиолетовыми лучами. Ультрафиолет или УФ-радиация включает три диапазона волн. УФА, УФБ и УФЦ. Все они вредны нашему организму. УФЦ – лучи губительны для всего живого. К счастью, озоновый экран Земли их к нам не пропускает. Но даже под ним на нас действуют УФА и УФБ-лучи. УФБ-лучи опасны тем, что непосредственно поражают поверхность кожи, давая ужасные солнечные ожоги. Работает. Солнечный ожог означает отмирание верхнего слоя кожи. Она краснеет, потому что больной участок усиленно снабжается кровью. Активный ее приток объясняет также, почему это место такое горячее. Через несколько дней мертвый слой отшелушивается, и из-под него выступает новая кожа. УФА-лучи проникают в кожу глубже, чем УФБ. В ответ на это организм усиливает образование темного пигмента, называемого меланином, который поглощает УФ-радиацию. Дополнительный меланин хорошо заметен снаружи, образуя наш загар. Все верно. Надо загорать, а не обгорать. Только одна проблема. Достаточно нас защищая, меланин все же не поглощает весь ультрафиолет. УФА-лучи успевают разрушить эластичный материал в нашей коже, и она покрывается морщинами. Так что сильный загар не говорит о здоровье, он лишь означает, что ваша кожа получила избыток УФ-радиации. Ладно, а зачем тогда загорать под лампой? Чем она лучше? Я не советую. Лампа просто почти не дает УФБ лучей, так что вы не обгорите, но зато получите избыток УФА-радиации. Вы загорите, но заодно просто испортите кожу. Значит, в ультрафиолетовых лучах никакой пользы. Лучи Б, значит, будет больно, а лучи А, абсолютно ничего хорошего для здоровья. И дело тут не только в ожогах и преждевременном старении кожи. Может возникнуть ее рак. Крис! Секундочку. Крис, что ты там делаешь? Благодаря тебе я знаю, что делать в солнечный день. Можно защищаться от солнца и так, но будет не очень удобно. И, наверное, слишком жарко. Гораздо лучше этот крем. Можно будет наслаждаться солнышком и не выглядеть вот так. Ну и как же эта штука защищает от всяких УФ? Пошли, я все покажу. Крема от солнца содержит вещества, действующие двумя способами. Одни, например, оксид цинка, отражают УФ-радиацию от нашей кожи. Мы как будто покрываем ее слоем крошечных зеркал. Другие вещества, например, у Криса, не отражают УФ-лучи, а поглощают их. Как вертящиеся двери. Допустим, эти бандиты УФ-лучи. Попадая на крем от солнца, они поглощаются. И этот крем превращает их в безвредное инфракрасное излучение, то есть тепло, которое уже потом выпускает в кожу. Кремы от солнца различаются пропорциями этих отражающих и поглощающих веществ. Чтобы определить, хорошо ли крем фильтрует УФ-лучи, его тестируют в лаборатории. Результаты выражают числом SPF, солнцезащитным коэффициентом, который указывают на этикетке. SPF показывает, во сколько раз устойчивее стала ваша кожа к ожогам после нанесения этого продукта. Вот тут написано SPF 15. Хорошо это меня защищает или нет? Обычно кожа краснеет на солнце через 10 минут. Значит, ты можешь не бояться 15 раз дольше, то есть 150 минут. Чем выше SPF, тем сильнее защита. А какой номер лучше всего брать? Большинство специалистов рекомендуют кремы, у которых SPF не ниже 15. Но это зависит от того, сколько вы будете на солнце и какая у вас кожа. Например, блондины легко обгорают, и им лучше SPF повыше, чтобы крем лучше защищал. И последнее. SPF гарантирует защиту от обжигающих УФБ лучей. Это вовсе не означает, что вы спасетесь и от УФА лучей. Нужен особый крем с надписью «Защита от УФА и УФБ» или «Широкий спектр защиты». А если снова намазаться, можно будет сидеть на солнце дольше? Это одно из главных недоразумений с такими кремами. Мало кто понимает, что они не справляются со всей УФ радиацией. Они просто замедляют проникновение алучей в кожу. Если вы выбрали SPF 15, неважно, сколько раз вы мажетесь, защитная сила крема не меняется. Если вы хотите сидеть на солнце дольше, вам надо выбрать SPF побольше. А почему пишут «Мазаться регулярно»? Потому что когда потеешь, купаешься или трешься обо что-то, крем с кожи удаляется, и местами она остается просто без всякой защиты. И последний вопрос. Защищает ли эта штука от молний? Пытливые умы